Привет, я Энни Мэджик и наше летнее мега путешествие со всеми пятью питомцами на машине на целый месяц продолжается Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропустить самые эпичные, опасные и интересные видео из нашего трипа Кстати, кто угадает, как называется эта штука, на которой я летаю на огромной высоте, тому с меня сердечко на коммент Пишите, тем более, что ваши комменты появляются в роликах А чем быстрее мы соберем 50 тысяч лайков на этом видео, тем быстрее выйдет наш следующий день в путешествии И погнали! В прошлый раз я поделилась с вами проблемой уборки в домах в путешествии за пятью питомцами Очень много шерсти, мусора и в домах не предусмотрена была уборка Это же не отели, так что приходилось убираться самим Про одну свою покупку я вам рассказала в прошлом влоге А в комментариях меня спросили, кроме ручных беспроводных, есть ли робот-пылесос, который, Аня, ты можешь посоветовать, раз так много о них знаешь и много пробовала Так что задавайте мне свои вопросы о чем угодно в комментариях, и я буду в каждом видео вам на какой-нибудь отвечать Так как в моем доме комнаты большие, почти как однокомнатные квартиры, и в каждой комнате должен быть свой пылесос, роботов на все комнаты не хватает И вот до поездки я как раз купила еще один Крутой и мощный пылесос 360C51 Для тех, кто устал убираться Она, по-моему, первая, кто разговаривает Пора отдохнуть Пора отдохнуть на русском Супер вариант для тех, кто устал сам убираться и хочет на кого-нибудь другого это свалить Он очень мощный, и у него тоже есть хепафильтр Это полезно, если у вас аллергия или деткам, ну или вы просто следите за здоровьем У меня это съемочная комната, и вот там вот куча проводов И мне нравится, что он прекрасно ориентируется в пространстве То есть он не врезается в мебель, не портит ее, не царапает Он не падает с лестниц, все объезжает Круто, что он работает без перерыва до двух часов И получается, за это время он успевает убраться реально в большом пространстве А еще у него есть приложение для смартфона Что очень удобно, потому что там можно все настраивать Выбирать режим уборки, создавать задания, посмотреть зарядку и так далее Конечно же, он сам едет на зарядку, когда понимает, что он разрядился и пора подзарядиться Пора отдохнуть Он умеет делать влажную уборку Сейчас я наберу водички Тут у него вот тряпочка Он, кстати, может автоматически выбирать режим в зависимости от того, что он пылесосит Там, ковер или плитку Вот, перехожу в другой режим И насколько сильно грязный И еще прикольно, что он официально работает с Яндекс.Алисой У кого есть Потому что он официально добавлен в список устройств Яндекса И еще круто то, что 360 S51 стоит очень недорого Дешевле 13 тысяч и столько функций Влажная уборка То есть по качеству и тому, как он убирает Он даже лучше некоторых за 25 тысяч Поэтому я бы его рекомендовала Так что заказывайте прямо сейчас, недорого По моей ссылочке внизу Я ее там для вас оставила, как всегда Мы провели в Судаке несколько дней Побывали в самых красивых живописных местах Здесь, где-то с петиками, где-то одни И сегодня мы отправляемся в следующий город Это Ялта Рядом с ней есть маленький городок Кореиз Алиска за эти несколько дней в доме более-менее освоилась А на улице никак вот все нервничает Не хочет на шлейке ходить, на полотке гулять не хочет, да? Так как в следующий дом нам ехать намного меньше, чем до Крыма Алиска поедет в маленькие переноски в своей Жопой повернулась, дуется там, не хочет ехать в переноски Машина вся завалена вещами Мы с детьми на заднем сидении Трасса Судак-Алушта одна из самых опасных считается Потому что там очень много серпантинов Кто не знает, это вот такие вот дороги Я вставлю в кадр, посмотрите, это капец Просто капец Мы по такой уже ездили, но это длится два с лишним часа Так что, даже три Так что мы будем ехать по такой вот дороге Восемь часов вечера, камера села Мы приехали наконец-то в Крис В наш следующий дом Посмотрите, что тут Пассеии Прямо вот там вот, море Мы сейчас в Юмичу пошли за весами Вон она Юми вот там вот бегает Собаки остальные вот здесь в доме Вот такой вот у нас огромный дом И мы будем ложиться спать, чтобы завтра пораньше встать Отправиться в путешествие Короче, мы добрались до следующей точки Сегодня мы отправляемся по сложному маршруту Не знаю, видно ли вам там Мы проедем большое озеро Называется Магоби Могаби И еще поедем на водопад Огромный у Санчу Потом в серебряную беседку С видом красивым В общем, я решила сегодня с собой взять Мишку В это путешествие Где мы также посетим и черепашье озеро Но передо мной стоит сложный выбор Как и у любого водопада, у Учинсу есть начало Точка, с которой горная река падает вниз Путь до вершины водопада составляет несколько часов По опасным горным тропам И если я возьму Мишку с собой сегодня Брать ли ее на вершину в этот трудный путь по горам Чтобы она стала моей первой собакой Кто поднялся на такую высоту Или нет? И я решила, что это будет моя рубрика Чихуахуа может В которой мы доказываем, что маленькие собаки способны на многое Поэтому Миша пойдет с нами и туда Посмотрим, получится ли у нее преодолеть этот челлендж Ставьте свой лайк на это видео в поддержку Мишаньки В общем, приехали мы на озеро Магаби Женщина сказала тут по пути С Мишанькой Ну, честно, после того, что мы в Крыму видели Это, ну, так, простенько Миш, хочешь искупаться? Водичка Какая-то такая себе Мутненькая, зеленоватая Зато отсюда очень красивый вид над воды на фоне озера Мишанька у меня на поводке И учится постоянно ходить рядом Рядом, Миш, рядом Потому что иначе она постоянно хочет Вот, вот, заняться своими делами Ну, ладно, сейчас она побесит сева Как Юмичу поднимает лапку И все время отвлекается И не может никак не приучиться ходить именно прямо рядом Поэтому сегодняшняя тренировка у нас связана с послушанием Да, Мишаня? Идем рядышком Рядом идем Не отвлекаемся Не останавливаемся Когда я иду, ты тоже идешь Там рыбки в воде плавают Я их вижу Кто это? Кто это такой? Марта, ко мне А вот девочка, Маша Девочка Марта, ко мне Марта А что, агрессивно? Марта Все, что-то вынюхивает Выискивает Мишаня Помешанная у нас Песина еде Везде, где едой пахнет Только что мы людей проходили И человек кушал булочку Миша останавливается Она все время ходит И вынюхивает Чтобы ей съесть Давай Давай я тебя подсажу Давай Давай, Миша Залазь 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 Все Залазь Короче, следующий у нас по маршруту Водопад у Санчу Здравствуйте Мы просто такие ехали по дороге И идет коровка Пошла дальше в лес История такая Когда-то очень давно Я пошла в магазин И мы обсуждали, что надо купить И прозвучала такая фраза Угрушка и Петроп Ну, я думаю, объяснять никому не надо Что это такое Когда мы приехали в Крым У нас появилась Просто традиция Говорить таким образом Какие-нибудь парные слова Или просто слова Типа как Огудоры-померцы Я хотела уже сказать Помидоры-огурцы Огудоры-померцы А еще Труски и носы И теперь я подумала Что можно еще собак переименовать Тоже поменять буквы местами И теперь я решила Что моих собак зовут Мифи, Соша, Юйван и Эми Мифи и Соша Юйван И мне очень нравится Юйван Юйван Черепашьему озеру И там плавают черепашки Вот такое оно Вот так выглядит Они, видимо, уплыли Из-за того, что мы прям Шумно стали Черепашки Это ее ребенок Мама, мама Я научился плавать Смотри, мама, смотри Мама, смотри Видишь, как я лапками перебираю Такая Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле приехали на водопад тут тоже дети и они кричат совсем маленькие плачут громко вокруг очень красиво просто очень красиво если не тяжело тебе будет только не уронит считается что он самый большой и полноводный но он не полноводный совсем воды недостаточно для него чтобы течь прям мощно идем прямо по лесу по лесным тропам мишань давай тренировочка худеем худеем кто поднимается по сложным дорогам мишанька такая умница ты такая умница тут вот такие ступеньки миша просто их обходит на них не залазит давай вот молодец давай вот умница так мы повстречали вот такое вот дерево и мы сейчас попробуем с мишей по нему пройти пошли молодец ай умница вот умничка моя ты моя сладкая продолжаем обучаться преодолевать самые разные препятствия давай миша идем 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 давай давай пошли 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 давай молодец вот молодец ветка мешает давай проходи 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 молодец миша герой посмотрите какое длинное большое дерево еще и на высоте над землей и она прошла по нему почти до конца да сейчас дойдем до конца Давай, давай, Миша Давай, давай, молодец Ай, умница Ай, сладкая моя девочка Не бойся, не сдавайся, давай, давай Ай, молодец, ай, умница Молодец Вся тропа сюда полна Препятствий Постоянных каких-то перелазаний Камней, каких-то палок Леса, гор, воды И всего-всего Так что это будет отличная тренировка для Мишки На преодоление препятствий Потому что Мишанька у нас с препятствиями Справляется очень трудно Или вообще не справляется, быстро сдается Поэтому это будет Прямо отличное для нее занятие Потому что тут, конечно, вообще Препятствия на каждом повороте Каждый шаг Это Трудности Мы сейчас с Мишаней поднимаемся По очень резкой тропе На видео она так не выглядит На самом деле Она очень резкая Просто прям Идешь под углом Давай, Миш, давай Давай, Мишаня Давай Еще несколько секунд Можно раз И сорваться Очень-очень сильно вниз И там обрыв Прям там Так высоко Жалко Вот даже видео не передает Вот эту высоту Вот сейчас высота Как раз как на машине Вот так тебе надо научиться запрыгивать Пошли Пойдем Пойдем, давай Залазь, давай Оттолкнись и прыгни Мишань, давай Пойдем 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 Пойдем, Миш Миш, пошли Давай Пойдем Пойдем Давай, не сдавайся Пошли Пошли Иди вот сюда Здесь пониже Давай Иди сюда Давай Давай Пойдем Вот молодец Поднимаемся Очень тяжело По камням идем Ай-яй-яй-яй Давай-давай-давай, соображай Какая красота Посмотрите На это Где бы ты еще увидела Это первый блогер в мою жизнь Ну все, тебе повезло, ведь скажи До свидания По камням, как пойдем По камням попроще Тут такие ступеньки Высокие, давай, Миш, пошли Пошли давай, молодец А тут как мы заберемся Вот, запрыгнула Нифига себе, Миш И ты в машину не можешь запрыгнуть, да? Тут вообще вот тропа прям из камней Такая резкая Высокая Будя, как только забираться Да Миш, ты понимаешь? Ты понимаешь, куда ты забралась вообще? Понимаешь? Да, мне вообще пофиг Как мы высоко Офигеть Миша, да ты герой Ты первая из всех моих собак Кто на такой высоте Кто поднялся так высоко Миша Дошли мы, значит, до вот такого мостика Откуда начинается водопад Здесь река Течет Здесь вот такой мост У меня есть предчувствие, что Мишка побоится идти по мосту Миш, пошли Давай Давай Давай, давай, давай Давай, Мишань, пошли Миш, пойдем А как же? Пойдем, пойдем Пойдем, Миш, пошли Миш, пойдем Пойдем Пойдем, Мишань, пошли Как я и говорила Мишаня боится перепрыгнуть через вот эту вот щель Она достаточно большая И ей страшно Она боится Никто бы из собак, скорее всего, здесь не испугался А никто боится Пошли Вот молодец Давай Давай, давай, давай Молодец Тут еще Давай, Мишань Давай, не бойся Вот молодец Прошли через мост такой Пришли к этой реке Я хочу дать Мишу водички попить Вода вообще прозрачная И что, ты что, пить не хочешь? Да Попей воды Мишань, смотри Водичка Мишань Вода Вода Давай Это как мисочка, только большая Челлендж Челлендж Пройди лабиринт Давай Пошли, Мишань Идем, идем, идем Идем Сложнейший путь Давай скорее Там есть лесенка Ступенька из камня Спускайся, давай Вот молодец Умница Пошли Молодчина Ай, молодчина Идет Мишань По камням Иди вот сюда Вот сюда Давай Вот ступенечка Молодец Молодчина Мы с Мишкой забрались В невероятное место Мы добрались вот сюда До начала, где река переходит в водопад Ааа, капец На таком маршруте, в таком путешествии еще не были просто никто из моих собак не был Ни один из них не поднимался на такую высоту Не преодолевал такое расстояние, мне кажется, тяжелое именно физически Вот эти все камни, тропинки, вот это все Новый король Новый король Красота Мишанька добралась со мной Посмотрите, это водопад Начало его Он Это обрыв Капец И она дошла сюда Молодчина Пушком Лежит маленький королев Лежит Такая на камушке Лежит Лежит Тебе отдыхает Над Ялтой такая туча И море такое Не голубое А мрачное Там, наверное, идет дождь И вот какие тучи Главное, чтобы нас не застал дождь Пока мы будем идти обратно Мишка, такой путь прошла Просто такая Лежит, спит на камушке Под звуки воды Такая лапочка Такой ты путь прошла, Мишанька Фатлетка моя Капец, да? Капец И сейчас мы отправляемся обратно Она уже поняла, что мы собираемся Уже подсуетилась такая Смотрит, что, куда, как Миш, пойдем Все, вставай, отдохнули Привал закончен Пошли Давай Все, потопали Может быть, часть пути придется на руках ее нести Потому что она уже явно подустала, Мишанька Но идет Смечат наш Ну что ж Мы закончили Мы спустились Обернулись обратно Это был тяжелый путь Но это того стоило Едем дальше На Серебряную беседку Вот такой сегодня Денек у Мишки До Серебряной беседки Надо было ехать еще Несколько километров По серпантину Через лес Там открывается Шикарный вид на Ялту Я, как настоящий любитель Лазить по всяким опасным местам Не упустила шанс Поползать и тут Ну а Мишка Настолько устала После подъема На вершину водопада Что проспала беседку И весь путь Обратно в машине Поддержите наш канал Ставьте свои лайки Пишите комментарии И подписывайтесь Чтобы не пропустить видео Из нашего следующего Эпичного дня В путешествии Со всеми питомцами Увидимся